Весь мир ненавидит люто Путина и, в общем-то, ненавидит люто Россию. Спасибо Путину за это. То есть я думаю, что со времен Гитлера не было в мире человека более ненавистного всей планете, чем эта мелкая тварь по фамилии Путин. Давно уже напрашивавшееся решение этой проблемы, такое кардинальное решение – это запустить некоторое количество ракет по бункерам Путина, чтобы просто уничтожить эту тварь. Надо признать Россию государством-террористом или, как они говорят, спонсором терроризма Путина и же с ним, всех этих генералов-разжигателей, войны-убийц и так далее, всех признать военными преступниками. И как результат этого, естественно, выпереть поганой метлой, просто вымести Российскую Федерацию как государство из Организации Объединенных Наций, ну, естественно, и Советы Безопасности заодно, и всех прочих, всех, я повторяю, международных институтов. То есть эмоционально Россия уже государство изгой, тут говорить нечего. Сейчас надо это изгойство просто юридическим, дипломатическим и прочими формальными способами закрепить и утвердить, сертифицировать. Вот это первое, что надо сделать. Дело в том, что мы очень любим своих друзей и вообще наш народ. Особенно мы любим выдающихся личностей. Мы часто приглашаем их, вот когда звучит эта смешная детская музычка, они выходят на сцену и рассказывают какую-нибудь утипичную или смешную историю из своей жизни или жизни окружающих их близких. В основном мы приглашаем знаменитого нашего критика и искусствоведа Артема Троицкого. Но сейчас он заболел. У него болит голова, нос, рот, два уха. Его ноги стали шелушиться и покрываться струбьями. Ногти один за другим выпадают из своих гнездышек. Да, редкая мать решится теперь назвать своего сына Артем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!